С незапамятных времен люди прибегали к насилию для разрешения споров. В то же время они всегда пытались ограничить жестокость войны. Именно соображение гуманности привели к разработке Первой Женевской конвенции 1864 года и к появлению современного международного гуманитарного права. Эти универсальные нормы права войны устанавливают основные ограничения на методы и средства ведения войны. Таким образом, они защищают тех, кто не участвует в боевых действиях, а также тех, кто больше не может принимать в них участие. Для этого всегда следует проводить различия между теми лицами и объектами, которые могут подвергаться нападению, и теми, которых необходимо щадить и защищать. Самое важное правило – не допускать нападения на гражданских лиц. Такие действия являются военными преступлениями. Когда они приехали в нашу деревню, то начали кричать, что всех убьют. Я страшно испугался и побежал, чтобы спрятаться в кустах. Я услышал крики мамы и подумал, что больше ее никогда не увижу. Должны приниматься все возможные меры для того, чтобы не допускать причинения вреда гражданским лицам и разрушения объектов, необходимых для их выживания. Эти лица имеют право на получение всей необходимой помощи. Раньше условия, в которых содержатся пленные, меня не волновали. Мой брат погиб из-за таких людей, как он. Он был моим врагом. Мне было все равно, что с ним случится. Но потом я понял, что, сидя за решеткой, он уже не участвует в боях и больше не представляет угрозы ни для меня, ни для моих родных. Нормы права войны запрещают пытки и другие формы дурного обращения с лицами, содержащимися под стражей, независимо от действий, которые они совершали в прошлом. У этих людей должна быть еда и вода. Им нужно позволить поддерживать контакт с родными. Это сохраняет их жизнь и достоинство. Медицинские работники спасают жизни людей, действуя порой в крайне опасных условиях. Несколько бойцов с обеих сторон были тяжелоранены в ожесточенной битве, и мы везли их в ближайшую больницу. Солдат на блокпосту стал угрожать нам и требовать, чтобы мы оказывали помощь только его людям. У нас оставалось все меньше времени, и я боялся, что все раненые умрут. У медицинских работников всегда должна быть возможность выполнять свои обязанности. Сотрудники и добровольцы Красного Креста и Красного Полумесяца также не должны подвергаться нападениям. Раненые и больные имеют право на получение медицинской помощи, независимо от того, к какой стороне они принадлежат. Технический прогресс в сфере вооружений требует, чтобы в нормы права войны вносились соответствующие изменения. При применении определенных видов оружия и методов ведения военных действий не соблюдается различия между лицами, участвующими в боевых действиях и гражданским населением. Поэтому были достигнуты договоренности об ограничениях на использование таких видов оружия и методов ведения войны. В будущем, возможно, в боевых действиях будут участвовать полностью автономные роботы. Но смогут ли они когда-нибудь отличить военную цель от того, кто ни при каких обстоятельствах не должен подвергаться нападениям? Каким бы совершенным ни стало оружие, важно, чтобы его применение не нарушало норм введения военных действий. Смысл международного гуманитарного права сводится к тому, чтобы во время войны сохранить и уберечь, насколько это возможно, человеческое достоинство. И чтобы люди смогли примириться между собой после того, как прозвучит последний выстрел.